МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выставки по-своему необычные. И самая главная необычность их выставок состоит в том, что они готовились в преддверии, недолго уже месяц, небольшим осталось, до столетия. Самые замечательные даты, пожалуй, в истории государства российского, столетия Великой Октябрьской социалистической революции. Правда, сейчас некоторые товарищи именуют это Октябрьским переворотом, как угодно. Я человек старой закваски, я вырос еще при Советском Союзе, я родился еще во времена Сталина и так далее, и вырос еще при советской власти, воспитывался при советской власти. Поэтому я могу сравнить, что было тогда и что сейчас, и в отношении школьного образования, в отношении, так сказать, все остальные действительности и так далее. И поэтому, в общем-то, это сравнение происходит далеко не в пользу нынешних наших времен, нынешней нашей российской действительности. К сожалению, переход к так называемой рыночной или капиталистической экономике, он крайне отрицательно сказался на многих сторонах жизни нашей страны, экономики и просто всей нашей с вами социальной жизни, в том числе и на школьных программах тоже. Мы учили многое из того в свое время, что вы сейчас, вас просто выкинули из программ. Поэтому, как говорится, наше поколение было умнее и хитрее вас. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, выставка, которую мы сегодня здесь открываем, вот именно в этих залах, лично у меня вызывает невероятную ностальгию по тем временам, вообще по тому времени, по той жизни, которая была, и которая ушла от нас, и которой сейчас нет. По тому настрою, который существовал в жизни людей. Вот в те времена, советские времена, старые, добрые советские времена, как мы иногда говорим, у нас не было каких-то проблем, связанных с перспективами, с будущим. Мы всегда знали, что у нас будет крыша над головой, что у родителей будет работа, будет зарплата, что мы будем сыты, одеты, обуты, накормлены, напоены, что у нас будет бесплатное образование, хоть среднее, хоть высшее, что мы можем получить нормальную медицинскую помощь, если надо, путевку на курорт, и так далее, и так далее, и так далее. То есть много было чего. То, что сейчас у нас практически уже не существует, недоступно, и приходится иногда с боем за большие деньги выбивать. Мы знали, что у нас, пускай не сразу, но в порядке очереди мы получаем квартиру, бесплатную квартиру от государства. Мы знали, что государство беспокоится о нас, о людях, о своих дружениках, и о молодом поколении тоже. И вот это выставка как раз ярко это все нам показывает с вами. Мы, когда задумывали эту тему, эту тему графика советского реализма, мы подняли весь пласт нашего собрания и музея. Он оказался настолько огромен и настолько велик, что показать его сразу одновременно просто не было никакой возможности. И, видимо, мы еще будем продолжать эту тему в новых, потом, дальнейших выставках. Поэтому выбрали только 67 работ, причем художников, не относящихся к уральскому региону нашему. Уральцы остались за кадром. Здесь только художники из других российских регионов, буквально от Москвы до Владивостока и от севера до юга. Здесь охват очень большой, буквально начиная с 1930-х годов и до 80-х, до конца 80-х. То есть практически весь советский, основной, главный советский период жизни советского государства. Здесь нет плакатов, здесь нет сербов и молотов, здесь нет знамен и, так сказать, как бы Ленина с рукой указующей, ставшей все время плечи во языцах об искусстве и так далее. Но здесь есть та живая жизнь страны, которой, к сожалению, сейчас уже нет. И вот эта ностальгия вызывает колоссальный интерес. И мы выпустили вот такой каталог, он есть в кассе, вы можете приобрести, если желаете. Он весь иллюстрирован, все до единой вещи здесь воспроизведены, причем даже в цвете. И по второй выставке по работам Спартака Киприна у нас большая его коллекция. Мы выбрали только 18 его работ. Вот такой буклет выпустили, 18 его линогравюр, хотя у нас есть его и афорты, и рисунки, и так далее. Есть разнообразная его графика, один из самых выдающихся наших графиков Урала. Но тоже, так сказать, человек, который посвятил свою жизнь именно творчеству, связанному с советской тематикой, с трудом советских людей, в частности, конкретно уральцев, уралмашевцев и так далее. И это все сделал в технике линогравюры. Вот этих 18 линогравюр мы выбрали из нашей коллекции, сдали в этом зале, и назвали выступку «Поэзия уральской линогравюры», потому что никто из других уральских художников так интересно, ярко и сочно не работал в линогравюре, как работал именно Спартак Киприн. Вот на этом я хочу закончить свое выступление. Дальше, наверное, у нас Маргарита Геннадьевна Пашкова, которая писала этот каталог графика советского реализма, писала статью к нему. Она, наверное, вам что-то потом расскажет уже там в экспозиции, а сейчас я позволяю себе просто открыть залы этой экспозиции. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok